Все экстренные службы города сегодня были стянуты на строительную площадку в район Лебяжево. Причина – женщина на башенном кране. Как известно, минчанка Галина Игнатович не согласилась с условиями компенсации за снос ее частного дома. И сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители. Земля была передана под строительство жилого комплекса. Застройщик должен был компенсировать жильцам этот снос. Но компенсация, которую предложили нескольким семьям Игнатовича, а это три неновые квартиры, не устроила. В доме до определенного момента были зарегистрированы 11 человек. Мы оценили ситуацию, что она примерно находится на уровне восьмого этажа. Намерение очень серьезное. При попытке, даже когда сам попытался туда забраться, она категорически ответила отказом. Попыталась даже спрыгнуть. Я с ней по телефону поддерживал связь. Ее требования были такие, чтобы в обязательном порядке встретиться с председателем городсполкома, что ей было и предложено. Она сама отказалась выдвигаться, попросила родственников своих, что нашли компромисс. И сегодня стороны договорились отложить исполнительные действия на неделю. То есть у семьи Игнатовича есть семь дней до выселения и сноса. 6 февраля состоится заседание суда Центрального района, на котором будет рассмотрен вопрос в отношении второй супруги, бывшего собственника, единственной зарегистрированной в данном доме на этот момент. Компания-застройщик утверждает, что права собственников не нарушены. Общая площадь трех двухкомнатных квартир составляет 151 квадратный метр, а общая площадь подлежащего сносу дома составляет всего 116 квадратных метров. Тем не менее, от предложенной компенсации собственники отказались. По словам протестовавшей Галины Игнатович, ее зарегистрировали в квартире с бывшим мужем. То есть ей бы пришлось жить в двухкомнатной квартире с ним и его нынешней супругой.